Есть первая лодка, есть вторая. Вторая приори слабее. Первая сильнее, но там все звезды. Вторая приходит быстрее. И у нашего тренера есть три варианта. Поменять лодки местами, поменять людей. Три критерия. Я их назвал. Причина, решение и стратегия. То есть вы будете оценить по трем критериям по пятибалльной шкале их решения. То есть вот они сейчас выступают, вы олимпийский комитет. У нас главная проблема, то что в первой команде у нас люди не организованы, у них нету какого-то общего командного духа. Поэтому мы думаем, что и при этом невозможно понять, из-за чего это. Они все притывают, говорят, что вот он дурак, а я самый главный. Поэтому мы подумали, что нужно в первую очередь тренеру взять самому, проплыть с ними в качестве рулевого и попробовать, ну как бы заставить их работать как команды. То есть у меня первого игрока, первого грибца в лодке на сильного из первой команды, который эффективно коммуницирует со второй командой, что мы, собственно, выясним на барбеку. Хорошо. Давайте от каждой команды. Есть ли какие-то прямо сейчас вопросы? Все ли понятно по решению? Мы хотим с второй команды заменить, во-первых, двух самых сильных, во-вторых, тех, кто задает ритм, и тех, кто является лидером. Это восьмого и рулевого. Взять сильных игроков со второй команды, чтобы они были на одном уровне, скажем так, по силе, по ловкости. И плюсом взять людей, которые могли бы наладить коллектив. В отличие от первой команды, вторая, хотя и уступала по арфейской подготовке, на самом деле, они очень сплотились за время подготовки к соревнованиям. У них был хороший головой дух, чувство поддержки, чувство доверия, и все те необходимые элементы, которые способствовали достижению максимально хороших результатов. Поэтому наше решение... Да, поэтому наше решение поменять первую, вторую лодки. Сделав это, по крайней мере, тренер будет уверен, что через четыре дня на старте будет стоять команда, готовая к соревнованию, имеющая лучшие показатели. Сейчас вы в командах, да, вы расставили оценки вашим коллегам. Вы сейчас должны от команды, сейчас будет выступить один человек, сказать, скажем, вот первая команда, мы второй поставили по категориям причина, решение, стратегия, пам-парам-парам и обосновать. Поэтому сейчас краткие обсуждения, три-пять-семь минут, чтобы выставить единые оценки. Хорошо, потому что они вас могли разъехать, и один человек он унесет. Ну, то есть, комментарий общий, что по причинам, ну, все, конечно, справились, все понятно, да, то есть, причины все обозначили. Вот, а по решению, почему нам тройка, да, потому что вы меняете четыре, да, ваша команда, вы меняете четверы. Нам показалось, это слишком кардинально, и можно не успеть пройти процесс. Давайте, как получать обратную связь, давайте учиться сразу по ходу. Помните, как нужно принять обратную связь? Кто помнит? Да, спасибо. Спасибо за активность. Стоп, стоп, первое, первое, не перебиваем. Второе, да, задаем уточняющие вопросы. Третье, благодарим, вы начали с третьего, это вы позапомнили. Хорошо, первым твой неспомнили. Почему мы выставили нули? Потому что стратегии, ну, то есть, мы явно, никто не прочитал о том, что нужно рассматривать и дальнейшую стратегию, не только тактические задачи, а еще и стратегические. Соответственно, стратегии действительно не было, все тактическую задачу победы решали, а вот как будем следующий год развиваться, ну, никто ничего не сказал. То есть, вы тоже ожидаете нулей, отнесетесь к этому спокойно. Но у нас не было стратегии, если вы посадите нам больше, то мы будем очень удивлены. Помните, секундочку буквально, когда мы рассматривали решение конфликта, помните, да? То есть, первое, что мы записывали, факт, два барана на горной дороге. Второе, что у нас было? Причины, помните, да? Причины. А третье, что у нас было? Цель. Она же стратегия. Почему это важно? Да потому что, если вы прописываете цель, всегда два барана можно сказать, слушай, на счет по этой дороге ты идешь, тебе куда надо? Если одному в точку Б, второму в точку С, вы их разводите, конфликт уходит. Если вы этого не сделаете, вы будете конституироваться на причинах и на кейсе, вы никогда их не разведете, да? Поэтому руководитель должен иногда, да, если минутное решение выигрывать еще раз битву, проигрывать войну, правильно руководитель должен делать по-другому. Возможно иногда отступать, либо чем-то поступиться в локальной драчке, но стратегически понимать, что найдет заданную цель.